В школах Владивостока прошла очередная внеплановая проверка питания. Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кельчевский посетил школы номер 23 и 61, оценил школьное меню и проверил документацию. Замечаний по качеству блюд не выявлено, а вот над организацией процесса их выдачи руководству учреждений придётся потрудиться. Два абсолютно разных организатора питания. В 23 школе это магистраль, в 61 это светоч. Есть некие замечания именно к процессу организации приёма пищи, потому что попробовав ту еду, которую сегодня детки получали, оказалась достаточно вкусная, питательная, сытная и очень приятная на вид. То есть есть вопросы только лишь в организации питания. Мы видим, что пока ещё есть некие очереди к получению блюд, но я думаю, что коллеги из образовательных организаций над этим работают. Очень хочется отметить, что в каждой школе ведётся родительский контроль. Мы видим, что и по журналам, и по спискам, что родители посещают школы, что родители смотрят за организацией питания. И мы хотим в очерёдный раз напомнить всем родителям о том, что если вы хотите вступить в группу родительского общественного контроля, вы всегда можете обратиться в администрацию образовательной организации и изъявить своё желание. Утверждённое десятидневное цикличное меню обязательно для всех. На момент проверки на завтрак в меню обеих школ значились на выбор мясная тевтеля и рыбная котлета. На гарнир – рис и гречка, свежие овощи, чай и батон. У ребят из старших классов есть возможность приобрести блюда из свободной продажи – борщ, макароны, котлеты и беточки, компот и всеми любимые школьные булочки с сахаром. Качество питания в школьных столовых стоит на особом контроле не только в управлении образования. Активное участие принимают родители, а также депутаты Думы города. Так в проверке участвовала депутат Елена Новицкая. Все депутаты по округам регулярно посещают и школы, и детские сады. Сегодня мы посещаем уже вторую школу. Качество питания одинаковое. В первой гимназии вот здесь, в 23-й школе, меню одно и то же. Это действительно радует, что есть единый стиль, единое меню, и здесь уже не зависит ни от поставщика, ни от пристрастия родителей. Действительно создана единая система подготовки питания, организации питания с единым меню, и родители действительно могут быть спокойны за то, что качество питания во всех образовательных учреждениях города Владивостока одинаковое. Отметим, что сейчас в школах Владивостока проходит опрос, в ходе которого ребята младших классов выберут самое вкусное блюдо. А для подрядных организаций, которые предоставляют горячие обеды и завтраки, будет сформирован ряд предложений с рекомендациями по улучшению меню.